Во-первых, я считаю, что мы должны знать о состоянии здоровья президента. Во всех странах мира, и в Европе, и в Америке, и вообще в цивилизованных странах, если у президента есть какие-то проблемы со здоровьем, то об этом официально сообщается. И даже если у него какой-нибудь маленький грипп или насморк, или там, не знаю, он повредил руку или ногу, то об этом сообщается совершенно открыто, и из этого не делается секрет. У нас в стране это всегда страшно засекречено почему-то, непонятно зачем. Ничего плохого, мы все понимаем, что Владимир Путин такой же человек, как и все остальные. Он смертен, у него есть сердце, легкие, печень и все прочее, что у всех людей. И это, естественно, может болеть, тем более, что он уже, в общем-то, возраст его, скажем так, пенсионный, по советским, по русским понятиям, 60 лет это уже, так сказать, пенсионный возраст. Поэтому ничего страшного, если это объявлять. И я считаю, что ужасно, что в стране, так сказать, все группируется вокруг одного человека. Если, например, президент Франции или премьер-министр Англии заболеет, то ничего не случится. На самом деле, ну, аппарат будет работать, как всегда. И я уверен, что и у нас будет все работать, как всегда. Но почему-то вот какая-то такая сакральная, вот есть такой страх, сакральное отношение вот к человеку, который наверху, что если его нет, то все остановится. Я помню, так говорили, когда умер Сталин, я еще застал этот момент, что все, жизни больше не будет. Когда умер Брежнев, то же самое говорили, что же мы будем делать и так далее. Я считаю, что это все достаточно нелепо и так быть не должно.